Здравствуйте! Возвращаемся с небес на землю к такой проблеме, о которой не принято разговаривать. На точку. А, на точку, вот так, сюда, да, хорошо. А проблеме, о которой не принято разговаривать слух, очень такая неприятная болезнь, которую пытаются все скрывать, зазорная, постыдная, считается, что болеть туберкулезом могут только нищие, какие-то бездомные. В принципе, заболевание окутано таким целым коконом суеверий, мифов, которые постараемся сегодня с вами частично развеять. Что же такое туберкулез? Почему это очень актуально для Украины? Вообще актуально ли это? Казалось бы, туберкулез – заболевание, которое можно вроде бы вылечить, особенно в 21 веке, когда мы имеем тысячи и тысячи разнообразных препаратов, огромное количество антибиотиков. Ну, то есть мы чему победили, почему мы не можем победить туберкулез? Чуть-чуть дальше мы сами разберем, почему же мы не можем с ним побороться. Но, к сожалению, что нужно сказать, что туберкулез, начиная где-то с конца 20 века, начал опять поднимать голову и активно распространяться по планете. Прежде всего, конечно, это африканский континент, который здесь отмечен красным, где темпа распространения туберкулеза колоссальная. На европейском континенте, в Западной Европе, туберкулез – практически забытое заболевание. Однако, к сожалению, в Восточной Европе это заболевание очень быстро захватывает все новые и новые жертвы, все новые территории. Ну и, к сожалению, Украина вместе с нашими соседями, с Румынией, Молдовой, мы являемся лидирующими странами по количеству туберкулеза, по новым случаям туберкулеза. Ну и еще такой неприятный момент, что Одесса, как всегда, в Украине в лидерах, что по ВИЧ, мы говорили, что по туберкулезу тоже. Темпы распространения туберкулеза в Одессе практически сравнений с некоторыми странами Центральной Африки. Откуда взялось это заболевание? Заболевание не вчерашнее, не сегодняшнее, появилось даже не век назад. Заболевание появилось практически одновременно с человеком, а может даже раньше его, и известно очень давно. Древние египтяне знали это заболевание, они его описывают в своих наскальных рисунках в пирамидах. Это заболевание описано в Торе, в Танахе, описано в Библии. Древние египтяне называли заболевание иудейским, поскольку пока Египет не захватил иудею древнюю вместе с жителями тех территорий, заболевание к ним не проникло. Но с захватом территории, с распространением империи египетской заболевание начало активно распространяться, и, в принципе, захватывают все древние территории. И, например, что подтверждает, мы в древних мумиях египетских мы выделяем уже мертвые микобактерии туберкулеза, палочки, и мы выделяем, в принципе, допустим, костное поражение, которое можем находить. Туберкулез всегда рассматривали, очень длительное время рассматривали как кару богов, как проклятие богов. Считалось, что туберкулез уничтожает лачуги нищих и щадит дворцы. Вот очень часто представляем мы себе в уме, представляем вот такую картину, грязная утлая лачуга, лежит туберкулезно больной в углу, ну и, в принципе, все очень плохо, все находятся над ним. К сожалению, несколько поменялась сейчас эта ситуация, это не совсем так. От туберкулеза умирали очень-очень известные люди, как вы видите. Мы все знаем, что Лайси Укринг умер от туберкулеза, Чехов, как врач, умер от туберкулеза, Кавка тоже умер от туберкулеза, Илья Ильф, достаточно не так давно это произошло, он умирает от туберкулеза. Переворот, в принципе, в этом заболевании, первым, кто говорит, что это не кара богов, это не грязный воздух, это не проклятие ведьм, как считалось, конечно же, переворот делает Роберт Кох, который получает за это Нобелевскую премию, он выделяет возбудитель туберкулеза, он выделяет из мокроты больных людей тот самый микроорганизм, ту палочку он и описывает, которую потом мы называем палочкой Коха. Что же такое палочка Коха, кто вызывает это заболевание? Вот здесь на рисунке вы видите увеличенную палочку Коха, здесь вы видите их колонию. В принципе, все микобактерии, это такая огромная целая семья, из которых очень много микроорганизмов не вызывает никаких заболеваний, но, например, палочка Коха, именно эта микобактерия туберкулеза, она вызывает туберкулез, как у человека, так и у животных. Она способна поражать практически любой живой организм, особенно среди млекопитающих. У микобактерий есть очень интересное свойство, они природно устойчивы к очень многим факторам, они устойчивы к кислотам, устойчивы к щелочам, устойчивы к спиртам. Микобактерии устойчивы к высыханию, в высушенном виде, как видите, они хранятся до трех лет, сохраняют свою жизнеспособность. Во влажной среде, особенно там, где не поступает солнечный свет, микобактерия выживает 7, иногда 10 или даже 15 лет. Она просто ждет своего хозяина, когда придет живое существо, чтобы проникнуть в организм и там развиваться. Микобактерии именно это их свойство делает для нас большую проблему, очень быстро они формируют устойчивость ко всем препаратам, которые мы даем. Единственное, что действительно очень быстро уничтожает палочку Коха, это хлор, но, к сожалению, в очень высоких концентрациях, то есть обычная хлорированная вода, то, что она идет у нас в кране, она не уничтожает палочку Коха. Для того, чтобы уничтожить ее, нужна такая концентрация, которая будет уничтожать, в принципе, все живые организмы. Ну и ультрафиолетовое излучение, яркий солнечный свет, но только в том случае, если он воздействует непосредственно на палочку. Если перемешать мокроту больного, содержащую палочки Коха, допустим, с уличной пылью, то пыль защищает ее от солнечного света, и тогда воздействие ультрафиолета жесткого должно продолжаться где-то 3-4 часа. Если же непосредственно ультрафиолет воздействует на палочку ничем не защищенной, за 15 минут она погибает. Какой же путь передачи? Как можно заразиться и от кого? Прежде всего, конечно же, можно заразиться от человека. И самый основной путь передачи – это воздушно-капельный. То есть мы вдыхаем эту палочку. Это очень опасная штука, поскольку все заболевания, которые передавались в истории воздушно-капельным путем, они были пандемичны. Так передавалась чума воздушно-капельная, так передается грипп, так передается туберкулез. Что происходит? Больной, у которого открытая форма туберкулеза. Что значит открытая? Жидкость его организма содержит в себе палочки, они выделяются наружу. Это уже происходит, когда заболевание развивается в очень поздних стадиях, когда орган, пораженный этой микобактерией, разрушается, и микобактерия выделяется наружу. То есть не всегда человек больной является заразным, но в самых уже таких тяжелых запущенных формах больной начинает выделять большое количество этих палочек. При обычном разговоре капельки слюны, которые не видно, распространяются на 10-15 метров в сторону. Если человек чихает, это иногда до 30 метров может распространяться. В транспорте у нас кашляют люди в кулачок, взяли за поручень, потом мы беремся за поручень, мы берем себе эти палочки на руку. Кроме того, очень часто, может, вы видели, ну так интересно, что мединовские общаги, они у нас расположены на Ядово, кто знает, собственно, возле общежития тубдиспансера. Там, в принципе, туберкулезные больные, многие из которых с открытой формы, у них есть такое развлечение, и выходят с утра покурить, ну и поплевать на тротуар на улице Ядово. Потом это все высыхает, и где-то через два часа выходит дворничка и начинает заметать это все и поднимать эти палочки вместе с пылью в воздух. Такой делает взвесь. Но не только воздушно-капельный путь очень опасен. Опасно употреблять и зараженное мясо зараженных животных. Например, коровы и козы тоже могут болеть туберкулезом. И, например, употребление молока плохо прокипяченного. Что значит плохо прокипяченное молоко? Если вы его не кипятили 15 минут, оно плохо прокипяченное. Но практически никто не кипятит молоко 15 минут. Поэтому зараженное молоко может содержать в себе концентрации достаточно высокие, достаточные для того, чтобы заразить человека. Тогда палочка попадает не через дыхательный путь, а через пищеварительный тракт. Кто в группе риска? Кому следует бояться этого заболевания? Это, прежде всего, курильщикам. Почему курильщики? У курильщиков дыхательный эпителий, в принципе, вся дыхательная система, она подвержена постоянному стрессу, постоянному воздействию, негативному факторам дыма и никотина. За счет этого она не может нормально удалять все загрязнения, запыления и в том числе и возбудители бактерий из себя. И могут палочки садиться в, в принципе, в легких дыхательных путях. Люди с хроническими заболеваниями. Раньше, как мы себе представляем, больной такой иссушеный, заболевает туберкулезом, и, точнее, он сохнет из-за того, что он болеет туберкулезом. Сейчас мы больше считаем, что чем суше человек, тем больше у него количество хронических болезней, тем легче ему заболеть туберкулезом. Поэтому, к сожалению, любое хроническое заболевание, будь это диабет сахарный, либо будь это, допустим, какие-то иммунодефицитные состояния, и человек может попадать в группу риска. Беременные. Очень часто вы могли слышать от своих знакомых, что беременная родила ребенка или во время беременности делают такой обзорной рентгенографии грудной клетки, совершенно ничего не подразумевая, внезапно находят там какой-то очаг, который вроде бы берется непонятно откуда, беременная сидела дома все это время, и внезапно откуда-то берется очаг. Беременность сама по себе является очень серьезным стрессом для женского организма. Гормональные скачки плюс, в принципе, достаточно такое значительное истощение организма, и оно садит иммунитет достаточно серьезно. Это опасно. ВИЧ-инфицированные люди. Половина из ВИЧ-инфицированных людей, у которых, точнее половина у людей, из которых развился уже СПИД, синдром иммунодефицита, они умирают именно от туберкулеза. Поэтому основная причина смерти ВИЧ-инфицированных людей, это, конечно же, туберкулез. Потом уже идут опухоли, поскольку у таких людей иммунитет не может сдерживать этот возбудитель. Как развивается это заболевание? Микобактерии, чем интересно, они сами по себе не разъедают, не внедряются в ткани, они просто себе живут. То есть это такое нечто среднее между бактерией и растением. Вот оно себе живет, постепенно делится, множится, множится каким-то количеством, при этом достаточно мало контактируя, в принципе, с организмом. Палочка попадает в организм человека, попадая, допустим, в дыхательные пути, оседает в них и начинает себе постепенно делиться. Растет она себе просто на тканях человека и очень незначительно их повреждает. И в этом есть первая проблема. Палочка попала в организм, размножается, иммунная система не срабатывает, она не чувствует тревоги, поскольку нету каких-то серьезных повреждений. Когда становится этих палочек много, они начинают проникать в лимфу, в кровь и могут разноситься по всему организму с нашими жидкостями и оседать в тех органах, в которых большое количество мелких сосудов. Это почки, это головной мозг, это кости. То есть микобактерии могут улетать в другую часть тела, там осесть и дать росток нового очага, так называемого первичного очага туберкулеза. После того, как они распространяются по организму, иммунитет наконец-то начинает чувствовать какую-то угрозу и начинает включаться. Зачастую это происходит где-то на второй-третьей неделе после проникновения микобактерий. Что происходит? Крупные иммунные клетки подходят к маленьким палочкам коха и начинают их поглощать. Так работает наш иммунитет. Клетка большая подошла, съела и пытается все внутри себя переварить. В норме обычно все так и происходит. Большая тучная клетка растворяет все антигены, все, что попало, все возбудители и потом разрушены, просто их выплевывает назад. С туберкулезом происходит одна очень неприятная ситуация. Палочки коха не по зубам нашим иммунным клеткам. Поглотив их, а поглощают они их в большом количестве, они пытаются их переварить и в результате погибают. Погибая такая клетка распадается и из нее выходят все соки пищеварительные. Но представьте себе, это все равно, что взять у человека желудочный сок, иначе, допустим, закапывать в глаза его кислоту. Вот то же самое происходит при распаде иммунных клеток. Выделяется большое количество ферментов, которые начинают не сколько убивать сами палочки коха, сколько растворять собственные ткани. И вот это растворение собственных тканей, собственной иммунной системы является очень хорошим субстратом, на котором начинают активно расти палочки коха, которым они начинают питаться. Что происходит? Образуется такой первичный очаг размягчения, где мертвая ткань и содержится в большом количестве туберкулезной палочки, которая размножается очень быстро. Но если иммунитет хороший, что происходит? Большое количество клеток заклеивает эту зону, мертвую в центре, потом вокруг организовывается такой воспалительный вал, и в принципе, вот обратите внимание, здесь в центре темное пятно, это сам очаг размягчения, некроза ткани, мертвой ткани, а вокруг это все как капсула, как саркофаг над четвертым энергоблоком, который закрывает это все, запечатывает, и постепенно это еще может все пропитаться солями кальция, образуется такая маленькая ракушечка внутри нашего тела, которая навсегда вроде бы должна запечатать этот очаг воспаления, у человека формируется нестерильный иммунитет, то есть мы не восприимчивы к туберкулезу, но палочки коха внутри нас живут и ждут удачного момента, когда они могут попытаться вырваться. Если же иммунная система не может справиться, она не может сформировать вот этот саркофаг, либо она его сформировала, и уже когда-то внезапно человеку иммунитет падает, вот то, как мы говорили о беременных, когда-то давно, лет 15-20 назад, человек проконтактировал с палочкой коха, она села где-то в легких, образовалась маханькая гранулема размером с просяное зернышко. Иммунитет резко сел, эта капсула разрушается, не может удержать иммунная система эти клетки внутри, и начинается распространение процесса. Запускается эта каскад реакции, растворяются клетки, образуются вот такие очаги казиозного некроза, так называемым. Почему казиозные? Внутри, если вы обратите внимание, вроде бы как гной, но это не совсем гной, это растворенные ткани собственными ферментами организма, которые такие имеют консистенцию как творожистую. Этот очаг может разрастаться до огромных размеров, снаружи это все покрыто воспалительной капсулой, но оно разрастается, расползается. Если это в легких, образуются вот такие капсулы, заполненные гноем жидким. Если это происходит в кости, вот обратите здесь внимание, позвонок, в дорме должен быть позвонок четкий, видите, он становится нечетким, растворяется костная ткань, расползается, происходит разрушение тканей организма. Теперь о формах туберкулеза. Туберкулез считается исключительно легочной болезнью, однако туберкулез может поражать абсолютно любую ткань организма. Чаще всего туберкулез, конечно же, легочной, однако бывают формы. И кожная форма, так называемая золотуха, раньше была очень сильно распространена, особенно у людей, которые жили в деревнях и пили в большом количестве зараженное туберкулезной палочкой молоко, и микобактерии поражали кожу. Вот такие вот красные волдыре образовывались на коже, твердые такие корки. Поражение туберкулезом почек. Вот нормальная почка в разрезе. Обратите внимание на вот эти белые пятна. Вот этот очаг казиозного некроза, вот этот творожистый гной, это все полностью, эта почка уже мертва, она не может ничего, не может никак фильтровать кровь. При этом, когда человек будет выделяться моча, моча будет содержать большое количество палочек охот, поскольку в каждой такой капсуле тысячи и тысячи и тысячи палочек охот, способные заразить огромное количество людей. Туберкулез может поражать и кости, при том, если ребенок заражается туберкулезом в детстве, кость перестает расти. Вот здесь есть очень интересное предположение, это часть картины, вы знаете, всем она знакома, рождение Венеры. Считается, что натурщица, которой было 19 лет на момент написания этой картины, через три года после написания картины она погибает от туберкулеза, прежде всего костного. Если обратить на картину, несимметричные плечи ее, если правое плечо достаточно четкое, левое вряд ли настолько неправильно исполнял художник эту картину, что получилось такое скошенное плечо. Скорее всего, в детстве девочка заболела туберкулезом и плечевой сустав, все сплетение просто у ребенка не выросло. И вот она стала такая, в принципе, достаточно кривая, ну, в принципе, уродство развилось. Какие же жалобы при легочной форме туберкулеза? К сожалению, с формами туберкулеза костными, с формами туберкулеза почечными там все очень сложно понять, то есть это появляется уже когда боли, это совсем случайные находки. Но те все заболевания, все те формы туберкулеза занимают только 10% из общего количества. 90% это, конечно же, легочная форма туберкулеза, именно она быстрее всего распространяется. Какие жалобы? Сначала, человек заразившись, заболевание развивается несколько недель, жалоб нет абсолютно никаких. Человек ничего не чувствует, он не чувствует себя больным, простуженным, нету кашля, нет ничего. Когда начинает разрастаться туберкулезный очаг, включается иммунная система, запускается воспаление. У человека поднимается температура, которая держится в течение месяца, иногда и больше, 37-37,5, не поднимаясь выше, она не поднимается до 38 градусов, при этом человек зачастую не чувствует эту температуру, то есть он может случайно померить и вдруг обнаружить. Но зачастую люди запускают и думают, ну такая температура, где-то какое-то есть воспаление. Параллельно с этим у человека появляется сухой кашель, который продолжается неделю, вторую, третью, месяц продолжается сухой кашель. То есть человек кашляет, но ничего не выкашливается. Почему так происходит? Легочная ткань где-то раздражается, но еще ничего не выкашливается, еще пока нету большого распада и разрушения легких. И начиная потливость, то есть человек начинает потеть очень сильно по ночам. Он просыпается с утра, словно на него вылили таз воды. Это постоянно начиная потливость. Естественно постепенно вот это воспаление начинает человека истощать, человек начинает худеть, терять вес, терять аппетит, становится бледный, снижается гемоглобин. Отсюда второе название сухоты в украинском мове. Человек высыхает или чахотка, человек начинает чахнуть. Ну и конечно самое страшное, что в принципе зачастую и приводит людей в больницу, это конечно же кровохарканье. Однако, когда уже развивается кровохарканье, очаг достигает таких значительных размеров, что начинает расплавлять уже это воспаление, расплавляет сосуды и кровь попадает в бронхи. Это уже достаточно запущенная форма. Когда развивается у человека кровохарканье, он уже вовсю начинает заражать окружающих. Кровохарканье обычно развивается уже на четвертый, пятый месяц заболевания. Это достаточно, к сожалению, запущенная форма. Диагностика. Как можно понять, человек болен туберкулезом или нет? К сожалению, очень часто заболевание оказывается таким случайно выявленным. Конечно, самая простая методика определения туберкулезного очага в легких, это рентген легких. То, что мы все с вами должны проходить каждый год. Это либо рентген, либо мы делаем флюорограмму. Что обнаруживается? Нормальная легочная ткань должна быть темная. Однако чаще всего в верхушках легких, вот здесь наверху, возможно определить вот такую круглую тень. Ну, просветление рентгенологи называют это тенями. А круглый участок очень характерен. Почему он округлый? Поскольку воспаление распространяется как сфера, расползается во все стороны. Внутри полость, там уже нет легочной ткани, это полость, заполненная вот тем самым крошковатым гноем белого цвета. Казиозный некроз, или так называемая каверна, полость пещера. Если определяется такая штука, необходимо диагноз подтверждать, поскольку по одному снимку мы не можем поставить диагноз. Есть еще одна методика такая, заподозрить есть туберкулез у человека или нет. Все мы делали в школе реакция манту, если помните, да, нам кололи под кожу, вводили какую-то жидкость и сказали не трогать, не мочить, не чесать на следующий день или через сутки, медсестра смотрела эту папулу, этот пузырек, если она осталась больших размеров, значит говорили, нужно идти в туб диспансер. Почему? Под кожу вводится туберкулин. Туберкулин это вещество, которое выделяет микобактерии туберкулеза. Это не яд, это не токсин, это инертное вещество, однако оно очень сильно раздражает нашу иммунную систему. Если в нашем организме где-то есть туберкулезный процесс, и наша иммунная система начинает с ним бороться, то введи это вещество под кожу, иммунная система начинает и здесь тоже реагировать. Но, к сожалению, проба МОНТУ это очень такой неценный, недиагностический неценный метод, поскольку такая реакция может быть у человека после заболевания, когда просто иммунная система находится в таком гиперактивном состоянии, такая реакция может быть просто аллергическим воздействием на введение любого препарата под кожу. Поэтому это очень такой неценный метод. Современные методы это прежде всего, конечно же, сдача крови на поиск ДНК самого возбудителя, ДНК самой палочки Коха в крови, когда по нескольким кубикам нашей крови мы можем при помощи специальных методов выделить само ДНК самого возбудителя. Если его выделяют, тогда мы говорим, да, у человека точно есть микобактерия в организме. Но это еще тоже не говорит, что есть заболевание. Можно выделить антитела из крови, то есть наш иммунный ответ, поискать иммунный ответ в нашей крови. Тоже можно попытаться его найти. Если мы это находим, нам необходимо понять, у человека открытая форма туберкулеза или закрытая. То есть человек выделяет эти микобактерии, он заразен, либо нет. Если он заразен, то очень опасно. Что мы делаем? Мы берем мокроту у человека и сеем на специальный особый раствор, поскольку на обычной питательной среде микобактерии не растут. Специальный раствор такого зеленоватого цвета, здесь несколько плохо видно. Видите, он мутнеет, такое белое, белое помутнеет. Это в огромном количестве содержится микобактерии. Они распножаются там. Если мы видим посев мокроты, видим вот такую ситуацию, значит мы говорим, что человек выделяет микобактерии, а с открытой формой он заразен. Это очень опасно для окружающих. Лечение туберкулеза. Длительное время, практически 4000 лет как заболевание известно, туберкулез практически никак нормально не могли лечить. То есть зачастую это было хорошее питание, поскольку люди видели, если человек плохо питается, он заболевает. В основном были рабы когда-то. То есть если мы хорошо кормим человека, он, по идее, должен выздоравливать. И действительно это помогало. И вплоть до начала 20 века лечение было одно. Это хорошее питание, большое количество молока и свежий морской воздух, особенно это санатории. В Одессе большое количество санаторий встроилось, в Карловых Варах, в Крыму строили санатории. То есть это прогулки по свежему воздуху, спокойствие и правильное питание. И таким образом человеку становилось легче. Он не вылечивался, однако его форма туберкулеза не прогрессировала. Она не распространялась дальше. Переворот, в принципе, в туберкулезном лечении сделал наш соотечественник Зельман Ваксман. Он родился в центральной Украине. Еврейский мальчик, который учился в Одессе в мужской гимназии. Здание-то сохранилось. Оно несколько сейчас уже не так выглядит. Это здание гимназии находится на улице Гимназической возле Куликово поле. Сейчас это корпус, по-моему, Ушинского, Педина. Там он выучился, и в 19 лет он эмигрирует в США. И там выделяет, после уже 50-х годов, он выделяет стрептомицин. Первый антибиотик, который убивает микобактерии туберкулеза, поскольку все остальные антибиотики, тот же пенициллин, недавно открытый перед Ваксманом, не убивал микобактерии. Она была, естественно, устойчива. Но проблема стрептомицина такова. Он уничтожал микобактерии, но он делал людей глухими. То есть это было крайне токсическое вещество. После Зельмана-Ваксмана было открыто огромное количество антибиотиков, которые воздействуют на микобактерию. Но опять же мы потерпели неудачу, поскольку микобактерия всегда находится на шаг впереди. Мы даем большое количество препаратов, и рано или поздно она приобретает устойчивость. Она формирует свой собственный иммунитет ко всем химическим веществам, и это формирует так называемую резистентность. Это одна из основных проблем в Украине. Это формировали полирезистентности. Сейчас есть 4 или 5 компонентные терапии, когда дается 4 или 5 антибиотиков одновременно, крайне токсичных для организма человека, однако они не воздействуют на очаг, они не воздействуют на микобактерию. И это очень серьезная проблема. Если такая форма туберкулеза распространится, это, возможно, очень серьезная, конечно же, пандемия. Если мы даем 3-5 компонентную терапию, и она чувствительна палочка, удается ее лечить, добавляем еще гормональные противовоспалительные, мы добавляем иммуностимуляторы, мы добавляем симптоматическую терапию. И, в принципе, если человек придерживается всех назначений, за 3-5 месяцев туберкулез можно полностью у человека вылечить без остатка, без следа, особенно если схватиться на ранних этапах. Ну, в крайне запущенных формах, когда уже пол легкого нет, это пол легкого – это каверна заполненная гноем, тогда хирургически просто убирается половина легкого вместе с этим очагом. Либо, если это костная ткань, то может высекаться часть костной ткани вместе с очагом туберкулеза. Как не заболеть? Как уберечься? Есть очень интересная штука. Мы с вами каждый день контактируем с тысячами и тысячами микобактерий туберкулеза. Они летают в воздухе, они находятся в морской воде, они находятся в водопроводной воде. Но, к счастью, мы все с вами не заболеваем. Почему? Пока наш иммунитет стоек, он может удерживать эту микобактерию, не дать ей развиваться и распространяться в организме. Следовательно, если наш иммунитет будет крепок, мы с вами не заболеем. Поэтому, прежде всего, чтобы не заболеть, необходимо, во-первых, проходить ежегодный медосмотр, чтобы, если заболевание начало развиваться, чтобы мы могли начать его лечить на ранних этапах, когда не будет разрушения ткани организма. Это отказ от курения. Это защита нашей дыхательной системы, как самая уязвимая для микобактерий, от возможности проникновения ее туда и ослабления, в принципе, защитных функций. Лечение хронических заболеваний. Любое хроническое заболевание истощает наш организм. Даже гнилой зуб или понорица на пальцы это все истощает нашу иммунную систему. Нельзя переутомляться. Вот еще один мифов. Один из мифов является таким, что болеют только бездомные, которые плохо питаются. Сейчас появился такой очень интересный парадокс, что люди, которые очень успешные, которые много работают, они тоже заболевают рано или поздно. Почему? Стрессы очень сильно влияют на наш иммунитет. Ни досыпание, ни качественное питание наш иммунитет ссадит. Когда мы занимались, изучали туберкулез в университете, мы ходили на кафедру в тезиатрии, естественно, мы контактировали, мы заходили в эти палаты, где лежали пациенты с открытой формой. Было только одно правило. Даже не одеть маску, поскольку маска это не респиратор, она все равно пропускает микобактерии. Это качественное питание. То есть к концу цикла месячного каждый из нас должен был растолстеть на 5-6 кг. Если мы плохо питались, то иммунитет мог сесть. Поэтому качественное питание – это очень важно. Никогда нельзя пренебрегать им в угоду чему-то другому. И, конечно же, активный образ жизни. Человек, который ведет активный образ жизни, это не обязательно тяжелый физический труд или спорт. Это хотя бы прогулки ежедневные. Это ходьба, это, может быть, бег возле моря или просто в парках. Он укрепляет нашу иммунную систему и делает наш организм более защищенным. Тогда, даже контактируя с палочкой Коха, мы не заболеем. Ну и теперь развеем окончательно все те мифы, которые существуют, очень популярные. Прежде всего, что заражает туберкулезом только больной человек. Мы с вами выяснили, что заразиться можно и от мяса зараженного, которое не прошло полноценную термическую обработку. Молоко, которое мы купили на рынке, которое не прошло санитарную проверку. Вот в этих бутылках непонятно откуда берущихся. Поэтому еда может тоже нас заразить. Если палочка Коха попала в организм, то человек обязательно заболеет. Это тоже неправда. Если наш иммунитет крепкий, мы не заболеваем, ничего не случится. Он просто ее изгонит из организма и она даже не начнет в нем оседать и распространяться. Кровохарканье – это главный симптом туберкулеза. Это тоже неправда. Главный симптом и первый звоночек, который требует внимания – это температура, которая держится в течение месяца на уровне 37,5 без видимых причин. Это ночная потливость, это потеря веса, это длительный сухой кашель, непродуктивный. Ну или уже, конечно, если развилось кровохарканье, это вообще очень серьезно. Больной туберкулезом всегда заразен. Это тоже неправда. Туберкулез в закрытой форме, особенно когда человек получает большое количество лечения, в закрытой форме туберкулеза человек не заразен. Человек не заразен с костной формой туберкулеза, поскольку кости не высыпаются наружу. Человек не заразен даже с легочной формой туберкулеза, если он не выхаркивает, если в мокроте не содержатся эти микобактерии. Туберкулез – легочная болезнь. Мы с вами сказали, что может поражать любой орган, любую систему, любую ткань. Туберкулезом болеют бедные, нищие маргиналы. Это неправда. Любой из нас может попасть в группу риска, если мы попадаем в какие-то жернова стресса, работы, негативных факторов и недоедания и всего остального. Мы можем все попасть в группу риска. Ну и самый главный, конечно, миф, что нельзя мочить манту. Нам всегда говорили, если намочите манту, произойдет что-то страшное, разверзнется преисподней, мы туда упадем или там руку отрежешься, что-нибудь такое. На самом деле это неправда. Раньше изначально туберкулин, который вводили, пытались ввести каким-то образом в организм, его капали на кожу. То есть делали насечку, царапали кожу, так называемая проба перке. Капали сверху этот туберкулин, эту жидкость, которую выделяют микобактерии, туберкулезы. И на следующий день пациент приходил с этими царапинами и смотрел, если расползлось, значит все плохо. Манту придумывает, усовершенствует эту методику, он берет шприц и вводит внутрикожную. Таким образом запечатан этот туберкулин, он никак не контактирует с водой, его было можно мочить. Единственное, что нельзя было делать, нельзя было его расчесывать. Так что можно мочить манту, однако это, конечно, не дает каких-то таких четких гарантий. Это не очень ценный метод исследования. Ну и в принципе, что самое главное, вы должны понять, что туберкулез болезнь излечимая, особенно если заняться этим на ранних этапах и не забрасывать свое собственное здоровье. Ну, если вам будет интересно, у меня есть еще такой свой собственный проект «Медицинно-разборчим почерком». Кто есть в Фейсбуке, можете подписаться. Facebook.com, Медразбор, там не только о туберкулезе, о разных-разных заболеваниях. Вот то, что я вам хотел рассказать, то, что мы пробежались о туберкулезе. Давайте с вами обсудим какие-то вопросы, какие остались. Спасибо. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Это разное. Да. Гормоны, наоборот, садят иммунную систему, но стимуляторы, наоборот, укрепляют. То есть это разное, но оно должно как-то употребляться вместе. Гормоны, потливость, но и ночная. Ночная потливость, так происходит, происходит ротпостыня. В принципе, если вы обращали внимание, что любое воспаление, оно ночью усугубляется всегда. Да, так идет процесс физиологический наш, что в ночное время усиливается, в принципе, реакция нашего организма на любое воспаление. Поэтому именно ночная потливость очень характерна для вот такого хронического туберкулезного процесса. Это не только связано со сном, сколько с биологическими нашими часами, с аркадными ритмами. На одной из следующих секций нам рассказывали про то, что с бактериями активно борются бактериофаги. Можно ли против туберкулезных бактерий использовать бактериофаги? Ну, в принципе, есть попытка разработки таких препаратов. Бактериофаг – это вирус, который убивает бактерии. Но пока, по крайней мере, я не нашел, не видел, наверное, коллега может подвидеть, нету пока таких бактериофагов, которые заражают конкретный туберкулез. То есть, видимо, нам нельзя взять любой вирус и заразить палочку туберкулеза. Нужно найти тот самый вирус, который уничтожает. А палочка туберкулеза сама по себе очень устойчивая. Видимо, не каждому вирусу под силу ее уничтожить. Хотя, может, в будущем мы сможем как-то рекомбинантно что-то создать, которое будет уничтожать. Может, за этим будет и будущее, да. Как узнать хороший иммунитет или нет? Как узнать хороший иммунитет или нет? Ну… Что такое хороший иммунитет? Что такое... Смотрите, если человек часто болеет, это еще не значит, что у него плохой иммунитет. Это еще ни о чем не говорит. Если человек выздоравливает, значит иммунитет есть. В принципе, иммунитет, ну да. Если человек не выздоравливает, если это затяжные простуды, которые длятся месяцами, тогда, конечно, уже нужно бить тревогу. Какие-то сдавать иммунограммы, в принципе, нет смысла. То есть все зависит от, ну, даже сказать, тяжело от самочувствия человека. Если человек себя чувствует бодро, скажем так, ну, это совсем эмпирически, да, то он, в принципе, в меньшей опасности. Если же у человека постоянные затяжные простуды, постоянные, допустим, есть какие-то, есть, допустим, хроническое заболевание, хроническое воспаление шейных, глоточных миндалин, да, которое постоянно персистирует, оно никуда не уходит. Хотя тоже это так не очень правильно, поскольку хронический танзелит – это не следствие плохого иммунитета, это тот фактор, который будет садить иммунитет постоянно. Но он, вот он есть, постоянно он и есть. В принципе, то есть если нет затяжных простуд, очень длительных, которые длятся длительно-длительно, если организм человека не подвержен каким-то массовым таким воспалением, тогда иммунитет достаточно крепкий. То есть у них симптомы для твердого спаления? Нет, ну, симптомы можно сдать анализы, можно посмотреть, в принципе, активность иммунитета. Но прежде всего это наше вот болезненное, скажем так. Я могу еще добавить к вашему вопросу. Наш иммунитет работает таким образом, что он никогда не бывает в состоянии полусна или полуготовности. Он всегда готов на 100%. Но наш иммунитет в большинстве своем обоследован клетками. А клетки имеют свойство, как бы, и их методы борьбы с бактериями могут истощаться. То есть вот в чем будет прикол того, что иммунитет садится. Просто если какой-то есть хронический очаг инфекции, либо что-то, количество этих клеток, либо их запасы просто истощаются. И тогда фактически иммунитет снижается. Изначально в нашем иммунитет всегда он 100% поможет. Тогда мне пугает, когда рекомендуют интерферон принимать, когда забозит. Европейцы вообще такое, не знают таких препаратов. Я вкидываю в себя секретки, да. Паша, это зачем? Европейцы не знают таких препаратов. Интерфероны не применяются. Например, там препараты такие, как Миксин, но это не антиреклама. В Европе таких препаратов в принципе не знают. Никто простуду таким не лечит. И там это, у нас, к сожалению, это применяется. У нас антибиотики применяли для лечения обычных простуд. И это неправильно. Это нельзя. В принципе, поддержать иммунитет, витамины попить, попить интерфероны какие-то, это все неправильно. Да, наш иммунитет, это очень тонкая такая система, которая сама себя регулирует. Все вот это вмешательство из нее может вызвать, наоборот, обратный какой-то процесс. Да. Еще один вопрос. Не так давно, где-то полгода назад, на просторах интернета гуляла достаточно известная история о том, как больной туберкулезом плюнул на полицейскую, после чего она умерла от туберкулеза. Что-то было такое, да. Что-то было. На самом деле, конечно, это, скорее всего, такая какая-то фикция. Не может произойти такого, что если человек плюнул на кого-то туберкулезным, ну, мокроты, содержащие туберкулез, и человек от этого умирает. Во-первых, опять же, мы говорим о том, что человек постоянно вдыхает эти палочки. Постоянно мы вдыхаем. Мы с вами ездим в транспорте, и обязательно за месяц хоть два-три человека, даже с открытой формой в этой транспорте будет ехать. Мы с ним контактируем. Попадение даже большого количества мокроты в организм, опять же, если иммунитет активен, если он может сдержать туберкулез, человек не умирает от этого. То есть, скорее всего, возможно, она умерла от туберкулеза, но, во-первых, так быстро, стремительно это бы не произошло, там, за неделю, за две или за месяц. Заболевание убивает человека год-два, два с половиной года, да. Скорее, может, убить, если у него полностью отсутствовал иммунитет какой-либо, допустим, ВИЧ-спит. В таком случае быстро, конечно, процесс развивается, но, опять же, не так стремительно. То есть, туберкулез – это длительный процесс, очень длительный. Ну, там полгода, насколько я. Ну, полгода, опять же, человека вряд ли убьет за полгода. Но это, скорее всего, неправда. Да. Скажите, а вот эти капсулы, запечатанные с инфекцией, их можно уберить на все разрушения? Иногда, иногда выделяют такое. Иногда бывает на рентгеновских снимках, говорят, есть первичный эффект. И там начинают посылать, давайте делать пробу МОНТУ, сдавать кровь, сдавим, и ничего нет. То есть, вот эта капсула, она запечатана, и внутри находятся микобактерии, но и наш иммунитет удерживает это все внутри, да. То есть, это еще ни о чем не говорит. А нет смысла удалять. Можно ее удалить, но все равно новая поселится. То есть, она не является для нас опасной. Она является такой же самой для нас опасной, как и, в принципе, выход на улицу где-либо, да. То есть, например, мне очень радует уберкулезная больница Нобелинского, так называемая, да, где пирожки торгуют, и, то есть, там, рядом ресторан очень роскошный, да. То есть, ну, такое, да. Сильный эффект, он не успешен, например. Да. Она может, вот тогда развивается процесс, но даже если нет этого первичного очага в легких, можно все равно слабый иммунитет может словить снаружи. Поэтому это не является причиной, это не является для нас угрозой, да. Скажите, а ты директору 35,5, это нормально вообще? Ну, в принципе, нет. В принципе, 35,5, это гипотермия, это ненормально. Это... Ну, это нужно искать причину. Это не... Это может быть какой-то длительный хронический очаг воспаления когда-то был, и сейчас это показывает такую гипориакин. То есть, 35, это, ну, не совсем хорошо, скажем так. Это может и гормональная система давать какой-то сбой. Это может быть разные причины. Может быть иммунная система, но здесь нужно искать. Искать. Да, пожалуйста. Ну, в принципе, у нас, да, у нас время подходит к концу. Благодарю вас за внимание, так что берегите себя и своих близких. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok